Привет, с вами Барен Единский. Сегодня мы с вами распакуем середняк-здоровяк с огромным дисплеем, с NFC-модульом, с двойной камерой. Еще он умеет снимать слоу-мо. Короче, реально интересная штука. Называется Honor 8X. Это дроидер. Давайте поскорее открывать коробочку и посмотрим, что он умеет. Поехали. Ну что ж, коробочка в фирменных цветах Honor. Нам достался синенький 8X, о чем информация есть и вот здесь на наклейке. 64 гига хранилист, 4 гига оперативки. Ну, собственно, все. Еще есть модификация, кстати, на 128 гигов. Открываем. Телефончик в салфоновом пакете. У нас даже написано про дисплей, про память, про искусственный интеллект. Ну, мы потом посмотрим. Силиконовый чехол в комплекте. Да. Многие это любят и, друзья, для вас тут подарок есть. Смотрите, как величаво располагается скрепочка для сим-карт. Зарядка. Зарядка. Есть. Все, больше ничего в коробке. Не мах. Погнали за смартфон. 6,5-дюймовый дисплей Full HD+, разрешение. Он занимает 91% площади телефона спереди. Сейчас вам покажу. Вот это 91%. Запомните. Приду, проверю. Про память мы вам сказали. Батарейка 3950 мАч. Ну, кстати, очень даже немало. Почти 4000. И двойная камера с искусственным интеллектом. Вот она. Про камеру поговорим чуть позже. Вряд ли вы удивитесь, но у смартфона есть челка. Правда, ее можно убрать и выводить поверх иконочки уведомлений. А раздел этот в настройках называется «Темная область вверху экрана». Вот так это будет выглядеть. Что интересно написано сзади? Ну, самое ключевое это про сим-карты и карты памяти. Здесь помещаются целых две нано-симки и еще microSD карточка отдельно. То есть вот такой вот большущий вместительный трей. Мне сразу хочется респикнуть за это. И вот так смартфон выглядит сзади. По-моему, очень прикольно. Переливается во все стороны. Такой вот яркий дизайн, свойственный для смартфонов Honor. Интересная вот эта полосочка вертикальная получается. Напоминает фотоаппарат, когда будешь держать вот так вот. Ну, вот такой вот дисплей еще большой, сочный, яркий. Кстати, очень приятная матрица здесь, LCD. И при всем при этом смартфон не ощущается каким-то огромным, но неподъебным лопатой-фаблетом. Представите, гональ, достаточно удобно. В руке он помещается. Работает смартфон на EMUI 8.1. Недавно анонсировали девятую. Хочется, чтобы она тоже сюда прилетела. Ну, естественно, все это базируется на Android 8.1. Вот так выглядит наш печенька Oreo. И Octopus. Здрасте, здрасте. По характеристикам здесь очень неплохой набор. Работает смартфон на чипсете Kirin 710. Это процессор от Huawei, восьмиядерный. Здесь есть датчик отпечатка пальца. Здесь есть NFC, 4 гига оперативки и две версии памяти, как я уже говорил, 64 либо 128. И еще здесь есть разблокировка лицом. Включаю. Ой, все, сразу что ли? Так, давайте, чтобы вы не думали, что читерская. Вот он заблокирован. Не видит лица. Вот я поворачиваю. И он не видит лица. Еще раз попробуем. Выключим. Не видит лица. Так, оп. Видит лицо. Включается. А теперь немного усложним задачу. Как вам, месье профессор? Включаем. Ой, узнал что ли? Ну-ка, еще раз. Оп, поворачиваем. Ого, работает даже в очках. Офигеть. Я на это не рассчитывал, честно говоря, в смартфоне за... Чуть позже скажу, за сколько. И еще из характеристик нам важно, что здесь microUSB слот. Хотя хотелось бы, конечно, Type-C. Ну и, как вы знаете, для меня главная характеристика смартфона это джек для наушников. И этот смартфон проходит тест на джек для наушников. Можно, в принципе, заканчивать видео. Это же отличный смартфон. В нем можно вставить наушники. Эй. Ну и давайте поговорим про камеры. Основная здесь двойная. Она 20 мегапикселей. С дополнительным 2-мегапиксельным сенсором для измерения глубины сцены. И для того, чтобы делать портретные фоточки. А фронталка здесь на 16 мегапикселей. Чтобы протестить камеру, я вышел из комнаты и поехал в салон МТС на Арбате. Собственно, МТС мне этот девайс предоставил для обзора. И там вы, собственно, можете его купить. Или другие смартфоны Honor тоже. Из интересного. Помимо размытия фона, режима портрет. Есть режим ночь. В камере есть функция искусственного интеллекта. Которая автоматически делает какие-то настройки. В зависимости от того, что вы собираетесь снимать. И, например, это хорошо видно на этой фоточке Арбата. Если мы включим АИ, то фотка получается более HDR-енная. И лучше видно то, что в тенью. Это достаточно прикольно. Вот так вот выглядит селфияшница. Тоже молодец. Вот это снова основная камера. Попробуем портрет на основную камеру. Правда, за мной нечего размывать, кроме кресла. Так что сяду вот так. Ну, что сказать. Размылась нормально. А Борису над лицом надо проработать. Вот так работает размытие фона на фронтальной камере. Есть некоторые артефакты. Но в целом более-менее на 4 с минусом. Вот этот ночной режим. Он склеивает несколько фоток, сделанных с разными настройками. Вот здесь сверху немножко шумновато получилось. Но прикольно. Тачки размываются. И в целом светло, как мы видим. Но самое прикольное и неожиданное, что есть в этой камере, это, наверное, режимы суперзамедления. Этот телефон умеет снимать слоумо 480 кадров в секунду. То есть 16 раз замедлять видео, что, в общем-то, нетипично для нефлагманских аппаратов. Вот так вот это выглядит. Наверное, немного маловато здесь уже света вечером. Но вот так, ух, эпичный летит кубик. Ну что, по-моему, прикольно. Единственное, почему-то звук он не записывает в этом режиме. Ну и еще тут полно всяких режимов. Профессиональный, панорама, дополненная реальность. Отрезок времени, он же таймлэпс. Фильтры различные, введенные знаки. Короче, дофига режимов. И некоторые из них реально крутые и полезные. И это прикольно. Давайте теперь для порядка запустим какую-нибудь игрулечку. Я скачал Altos Adventure. Даже тапать не хочется, чтобы пропустить. Кстати, забыл про звук сказать. Он здесь хоть и моно, из одного динамика только доносится, но он очень ядреный и яркий. Хороший звук. Можно закрыть. Как он без рэн? Так, нажмите, чтобы привыкнуть. Е-э-эй! Ой, все, чихну! Ой! Ахи! Ой, чихнул. Чиханул я разок. Эх, можно кругля делать. Ипс! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, я понял. Ну, что, играется быстро? Что? Что сказать? Посмотрим, что еще интересные софта тут есть. Календарь, файлы. Встроенная приложенька есть. Удобно. Хайкер это, ну, там, шаги считать, тут это все. Режим вечеринки. Это коннекция с другими смартфонами Honor и синхронизировать музыку. Уау, тут вот инструменты еще всякие есть. Диктофон, фонарик. FM-радио. Погода, центр игр, культура, зеркало. О, какое красивое. Зеркало с лупой. Так, нет, я не хотел открывать это приложение, извините. И, как мы видим, поисковая полосочка Яндекса. Конечно, уже на каждом смартфоне. На первом выклаживании Google поиск, на втором Яндекс поиск. Выбирай, что тебе нравится, дружочек. И еще Сбербанк, Букинг и отдельное Яндекс приложение тоже. Вот так. И Яндекс браузер. Ну, вообще. Полный набор, фулл хаус. А, нет, неправильно я сказал. Хайкер, это такая служба поддержки. Здесь есть форум, есть всякие справочные ники, горячая линия и тому подобные штуковины. А за здоровье отличает приложение здоровье, как не трудно догадаться. Интересно, не вылетела ли еще игрушка. Давайте посмотрим. Посмотрим. Нет, все еще висит в оперативке, что приятно. Ну, оболочка ее дизайна, это вещь, от которой я меньше всего в этом смартфоне получаю удовольствие. Интересно, можно ли обои сменить на какие-нибудь поинтересней. Что-то тут все какие-то скучненькие, стандартные. Надо скачивать. Ну, не знаю, может быть хотя бы. Так, ну и напоследок вернемся к комплектации. Она достаточно простая, но приятная. Наушников нет. Наушники в основном, в общем-то, во флагманы кладут. Зато есть чехольчик. Это всегда, мне кажется, приятно большому количеству аудитории. Хотя я лично с чехольчиками не хожу. И вот так вот он смотрится, вот так вот он надевается. Давайте еще раз посмотрим на смартфон сзади. Я уже его весь заляпал, естественно. Это вопрос не только к поверхности, но и к моим рукам. Нет такого смартфона, который я бы не заляпал. В итоге, что мне нравится в этом смартфоне? Прикольный дизайн. Переливающаяся задняя крышка, стекло, алюминий. Есть интересные цвета. Синий, красный и черный. Хорошая камера на твердую четверку. Может быть даже четвертку с плюсом для своего ценного сегмента так вообще. Правильный набор характеристик. Четкий дисплей Full HD+, восьмиядерный проц, сканер лица и NFC-модуль. Далеко не все китайские производители этим заморачиваются. Honor делает отдельные версии смартфонов для европейского и российского рынка, чтобы мы с вами могли вот так вот платить за что-нибудь телефончиком. Это же кайфец. Ну и джек для наушников. Что мне не нравится в смартфоне? Это microUSB, а не Type-C. Ну, хотя понятно, что пока это является нормой для нефлагматских смартфонов. Ну и оболочка хочется свежей EMUI 9 со всеми наворотами, которые ближе к чистому андроиду, с жестами. Я надеюсь, в этот смартфон через какое-то время она прилетит. Но еще мне нравится цена 18 тысяч рублей. Это рекомендованная цена. На этом все. Спасибо, что посмотрели. С вами был Борян Иденский и Honor 8X. Это Дроидер. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого смартфона и стоит ли он своих денег. Или вы хотели бы его подешевле, или вы хотели бы его подороже. Поставьте лайк, если видео было вам полезным. И подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, не пропускайте новые ролики. Увидимся совсем скоро, если вы следующий включите. И до встречи в будущем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok